У меня сын закончил, Николай, в моем деле. Это вопрос про вас, а не про вообще. В общем, так иначе, желательно посвесторонне развиваться. И сейчас я хочу рассказать про некоторое другое новозрение. В основном, в экономике в виде цифр груди есть. На самом деле, экономика это товар, производство. А то, что называют цифрами и деньгами, это климатистику. Это другое, но чуть-чуть тупо. В общем, сейчас речь пойдет с экономической системой. Реализация, кооперация и сроки юрисдикции. Я думаю, что об этом мало кто задумывается, но юрисдикции несколько, и не только российская структура, но и гладиортическая. Вот о чем пойдет речь, что сроку экономика, платформа, аккредитуры, операцию, амологию чуть-чуть, по стратегии роста и глобальные смыслы есть. Здесь они. Да. А вот цифр груди говоря, это правая экономика. Здесь, собственно, из Википедии выписал. Ничего такого, то есть электронная цифровая экономика деятельность основана на своем слабом стратегии. На мой взгляд, вообще ничего не понятно. Да. Ладно, давайте дальше. Здесь находится, что-то по этой централизации, чтобы ввести понятие, да, распределенные релески, там, цепочку блоков блокчейн, что такое, если слышали, да, чтобы блокчейн бывают, там, публичный, приватный, депридный, а что такое умные контракты, умные контракты, смарт-контракты, электронный алгоритм, скрипт, описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном сочетании, в мире, да, или в цифровых системах. И для реализации обязательно необходим распределенный реестр блокчейн и криптовалют. То есть, если мы говорим про плотные контракты, вообще про контракты, в принципе, автоматическое выполнение, то есть по-любому блокчейн, по-любому дезинтализации, по-любому криптовалюту. Здесь про платформу. Ну, тут вот я нарисовал свое мнение, да, как администратору платформы. Вообще про платформу. Платформа – это некоторая система. И выписал признаки. Значит, ну, первое – хранение документов внутри платформы. Платформа, вообще, создается для, как экономическая платформа, для производителя и потребителя. То есть, чтобы соединить производителя, производство имеет потребление. Так вот, внутри платформы финансовой операции, арбитраж внутри, также помощь логистики, страхование и другие модели. Это признаки платформы. Слово сказать, что сейчас стоит цель для развития цифровой экономики, да, стоит цель создания тысячи платформ в зависимости от России. На мой взгляд, как платформа должна выглядеть, вообще, в принципе. На мой взгляд, внешний уровень – это протокол, с принудентом, естественно, и автоматическое исполнение скрипты, смарт-контакт. Протокол, как мне кажется, наиболее подходящий – это ИС-2022. Это передача финансовой, финансовый талант. Поверх, поверх этого базового набора API и библиотеки, и поверх этого уже модули, которые выглядят в виде торговых сервисов, или сайтов, порталов. Может быть, это один, в принципе, сайт, то есть платформы, ну, например, яндекс, марк, а мы, яс, такси, и там, ну, как. Ну, в принципе, децентрализованной распределённой системы сайтов нет. Ну, примерно такая артектура, как мне видится. То есть это, действительно, когда мы получим полно связанной осей, там, шесть, допустим, участников, которые через узлы, да, через новые, через сервера соединяются между собой и смутилируются базы зданий. Ну, это распределённая система. Так как мы говорим про финансовую. Финансы являются частью экономики, и сейчас все финансы, они на банках. В новой системе децентрализованной банков нет. И в банк-гиммах. То есть банк-гимм это финансовая операция. Так вот, финансовые операции, они автоматически выполняются, если можно с банком жарком. А банк, это IT-компания, которая обеспечивает инфраструктуру, банк-гиммах. Ну, и, то есть условно, телефон 8700, чтобы позвонить, чтобы что-то понять. Вот, здесь вот этот слайд. Здравствуйте. С вами, поздоровались. презентация Шмидия Паникова. Где концентрированы сервисы и организация как оперативная. О чем тут речь? Есть ресурсы, производственные, любые ресурсы, финансовые, и их объезжают для достижения цели, для проверки денег. В том числе, начиная с идеи. Свою идею проверим, чтобы, ну, как минимум, краупандер. Так, дальше, юрисдикция. Сколько времени это происходит? Значит, давайте поподробнее. Юрисдикция это предел компетенции того или иного суда, либо другого государственной войны. Юрисдикция на то есть государство. Государство это что? Состоятельная организация, обладающая суверенитетом, специальным генерализмом, управлением, принуждением восстанавливающей правовой порядок на дружной территории. Я говорю, ключевое слово территория, я с этим молитвом спорю, потому что есть понятие страна, страна это точная территория. А вот государство, оно может шлить на дружной территории. Вот можно сказать, но и виртуальный цитат будет виртуальная инвестиция. Значит, отдельно выписываю легальность или объективность. Легальность, условно, это законно, а объективность это признание. То есть это разные понятия, смешивая и над, дальше не будет. Дальше это виртуальная инвестиция. Есть на крайнем виртуальный инвести компетенейшн, а в принципе можно сказать, что в дискоре уделяется структуральная юрисдикция в какой-то мере. То есть там свои правила, свои власти. Значит, я утверждаю, что платформы, понимание дистанционной системы, наличные платформы, это свои собственные юрисдикции. Почему? Там свой собственный арбитраж внутренний, свои правила, свои законы, что дает возможность в субъект делать заемки. Своя внутренняя валюта, свои внутренние системы безопасности, то есть что может давать возможность военной доктрины, защиты имущества. Дальше про территорию. Вот важный момент, он всегда такой. Значит, виртуальной государственной платформе территории может признаваться те IT-системы, сервера, дата-центры, каналы связи и местонахождение предприятий людей, которые нужно защищать. То есть, если нападают на это предприятие, значит, они вторгаются в нашу юрисдику. Не важно, где предприятие находится, на территории будет имущества. Так вот, а в чем отключительные, да, черты или похожие? Что такое государство? Государство это первое, суверенитет, второе, своя валюта, третье, военная доктрина, ну, четвертая территория. То есть, фактически, мы говорим о том, что обозорное, это и есть государство. Суверенитет, что дает вообще возможность заявлять о том, что мы создаем государство? провокационный, да? Суверенитет бывает, ну, выписал там три типа. Государственный суверенитет, национальный суверенитет и народный суверенитет. Дри маленьких разных. По субъекту, как вы скажете, государство, национального нация, а народный это народный. И вот, значит, когда мы говорим о платформах, то платформа это объединение людей и производства. Ну, так, значит, производство тоже всегда не стоит. Так вот, когда мы говорим, что люди, объединяясь между собой, заявляют о том, что действуют по своим собственным правилам и являются верховной властью как источник государства масянилитета. Все, государство создано. То есть, создание государства это заявление о том, что мы создали государство. Интересно. Чем виртуальные государства более интересно, чем существующие государства населетряют со своими конструкторами олигархами налогами. Нам отличный взгляд, что по платформу в принципе вообще налогов может не быть. То есть, какие-то институционные стежки, но по сути это геразонная система, которая мало требует. Я предлагаю обратить внимание, вот 5-10 это вообще такая партия на Украине. И они предлагают очень интересную антирактору вещь. Это 5 налогов с продаж, со всех продаж, и 10% социальный налог налог на доходах. Физически. Про юрисдикцию СССР. Ну, я думаю, что не все здесь находятся ради рейса в СССР, но я родился в СССР. И вот я вроде был гражданином, а потом раз перестал быть гражданином. Так вот, гражданство, оно по факту рождения. То есть, гражданство лишится в просто пакете. Но, мы не де-факто. То есть, есть де-юра, а есть де-факто. Де-факто мы, конечно, в Российской Федерации сейчас находимся. Так вот, есть проект СССР-2, который говорит о том, что те принципы, те смыслы, цели, которые были в СССР, их продолжать в новом реинкарнации какой-то. Они могут быть правильно. Кстати, восстановлены однокомандующие, в общем, сейчас идет речь восстановления странного банка, да? Кстати говоря, советский рубль это единственная обеспеченная валюта. Она обеспечена всем достоянием Советского Союза. Никакая другая валюта, существующая, она ничем не обеспечена, просто памятник, это надо понимать. Используйте, что так все не обеспечено. То есть, это отличие денег от валюты. Так вот, политическая оценка Государственной Думы Российской Федерации в 96-м году сделала заявление о том, что результаты референдума 91-го года о сохранении СССР, они формально сохраняют референдуму. О чем он говорит? Правовой статус СССР, он легальный, то есть, он законный абсолютно. И никто не отдает с этой тематой. Он как он так и есть. Просто все подавляет в поле в поле в поле в поле в поле но не объективный. То есть, он не принят. Причем здесь цифровая экономика? Хорошо. Дело в том, что юрисдикция существующая, которая не используется, может быть использована, но в новой реинкарнации в виде централизованной системы. Уже мы не претендуем на территорию. Рубним блокчейн переведем. Да, переведем людей. Вообще, если говорить про Россию, про развитие России, мы здесь все живем, естественно, вот сейчас есть, на мой взгляд, одна единственная стратегия, нормальная, стратегия роста Столутинского клуба. Я с уважением отношусь к Кудрину, другим, но это единственное, что можно использовать. Ну и последнее, собственно, в России, на данный момент, насколько я сухожу по всех интерференциям, читаю материалы, нет никакого смысла. То есть, Россия существует для того, чтобы там жить. А для чего сама Россия, ну то есть, можно заменить это кудрой. И вот, у СССР, там, часто, был какой-то смысл, мы к чему-то стремились. Ну вот сейчас ищут заодно. Ну, собственно, вот и все. Спасибо. Один вопрос. Вы сказали, что-то у Асмаба на 10 лет цель поставлена. А с какой целью? Так сказать, это вот, по мне, как с 10, грубо говоря, так, не знаю, деду вроде 10 тысячи не бил разного, чтобы вот... То есть, у нас абсолютно, как бы выговорили, а не знаю. Здесь идет речь о том, что платформа это не в плане того, что там все-все-все товары, а каждая платформа на свой вид товара. То есть, например, Янглс-такси для такси. Вот, там еду не купишь, да? Упер-гидай, что там еды, там уже там синие из... Тысяча, вот эта цифра, она... По... 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 По-моему, там, по-моему, 3700 чем-то видов деятельности в России, ну, и в мире, в принципе, тоже. И вот этих видов деятельности под каждую деятельность, в принципе, по платформе, и это будет нормально. Тут... Все равно, что там... Правой камер, по-друге, тысячи, дважды, четы. АПЛОДИСМЕНТЫ